Год назад на этом месте вдоль улицы Заречной парковались грузовики, а сегодня здесь простирается ровный широкий газон. Именно это открытое пространство у нового корпуса гимназии номер два преподаватели и ученики выбрали для посадки деревьев. На перемене в последний день сентября кадетский класс дружно вышел на площадку, но сперва ребята прослушали водный инструктаж. Необходимо сажать эти деревья в уровень, практически в уровень этого кома. То есть, если у вас сейчас лунка чуть больше, то вы чуть-чуть земли подкидываете. Самое главное, чтобы корневая шейка, это нижняя часть ствола, она была наружу, на улице. 16 клёнов астролистных, которые цветут в апреле и радуют буйством красок в сентябре, принялись в рост вдоль улицы Заречной. По обе стороны от главного входа в гимназию. Бери туда, вот, сейчас беру. А теперь вытаскивайте, вот так. Разрезать пакет, поставить дерево в яму и всё, и закопать его, полить. Каждый должен запомнить своё дерево, которое он сажал. Потом они вырастут и будут красиво смотреться на фоне школы. Буду всегда, когда я приходить, смотреть на него, как он растёт, как он будет. Всё больше и больше. Детям своём показывать. Посадка деревьев приурочена месячнику губернатора Московской области «Наш лес, посади своё дерево». Дважды в год, весной и осенью, местные жители сажают деревья возле домов и в лесу. В этом году мы выбрали данную территорию перед школой, так как данная школа в этом году только открылась. Деревья породы клён мы выбирали из питомников Московской области. Одних из лучших. Кадеты школы посадили сегодня замечательные деревья. Надеюсь, что они все приживутся у нас. И потомки наши будут вспоминать именно наших детей. Посадка деревьев в городском округе продолжается. Администрация закупает новые саженцы. В мероприятии могут принять участие как учащиеся жители, так и организации. Михаил Налётов, Александр Оржевский, Щёлковское телевидение.